откуда берутся тренды на прическе окрашивания и стрижки ребята тема нашего урока модные тренды все красят в красный цвет поехали да я не хочу красно да модно красный будет красный красный здесь можно покороче здесь не трогать как я с фоткой димы билана в 2006 включил телеки по новостям говорят ребята каре не модный всем все равно как ты придумал постригите меня сегодня потому что я посмотрел календарь херачьте как хотите вообще всем привет друзья это модный подкаст сегодня в кресле напротив меня находится алексей осипчук стилист по волосам владелец сети салонов паркбай осипчук с ним сегодня мы будем обсуждать тренды парикмахерском искусстве так называемом правильно фигел и скости пиздец хэр артист мы с лёши знакомы на самом деле уже несколько лет потому что вместе делали очень веселый проект на канале пятница который назывался близнецы и вот спустя годы мы встретились в этой студии для того чтобы обсудить откуда берутся тренды на прическе окрашивание и стрижки и узнаем кто из звезд ходит в париках супер мне кажется это всем интересно вот сразу перейду к это давай очень часто женщина приходит наверняка в салон приносит фотографию кого-нибудь звезды какой-нибудь со сцены но не знаю кто бы ты мог быть не знаю бейонсе лобода джей ло кто угодно и говорит хочу также но ты сразу и говоришь это парик у вас так не будет ну да и даже коммуникация то есть но на самом деле я даже еще должен сказать что почему-то мне кажется что в последнее время меньше этого стало когда ты приходишь со звездой да с картинкой с направлением с вот как раньше например раньше дженнифер эйнистон была топ по звездам которые ходили в парикмахерскую вместе с клиентами да смотрите я хочу вот так да но фактически сейчас этого стало меньше но при этом при всем если это есть то ну да ты всегда можешь сказать что это не те один не тот тип волос мне это парик это накладные волосы это укладка и так далее но мое любимое это когда приходят и приносит какую-нибудь съемку или клевый кампейн и говорят ну вот смотрите я вот хочу вот так вот чтобы без укладки вот так лежало все и ты думаешь блин там там 10 парикмахеров сзади следят чтобы это все выглядело натурально но мы хотим вот так но это нормально это это абсолютно я считаю естественно в этом нет ничего такого потому что клиент хочет красивые волосы это нормально но клиент совершенно не понимает что большинство звезд правда носят парики накладки системы все что угодно да и или просто за их волосы отвечают лучшие парикмахеры мира и делают все для того чтобы в каждом городе россии и вот да и вообще по миру приходили с этой фотографией да то есть это большая работа за тем какое впечатление производят на вообще зрителей те волосы которые он делает но я могу сказать что клиенты не должен знать и клиент в принципе имеет право на то чтобы взять с собой картинку прийти к парикмахеру сказать а я все равно хочу вот так да не все равно как я с фоткой дима билана в 2006 скажи ирокез короче здесь по да да дракончик да да или еще здесь можно покороче здесь не трогать здесь нет и тут просто щетка такая уже свисает но не тогда с говорил я помню девушка парикмахер на говорит я все знаю уже я уже вы уже сегодня третий у меня ли ты четвертый с этой профессоркой тогда получается кто задает эти самые тренды не закрыт такой трендыwooo я сейчас не множество болезней вот здесь сейчас будет написано что такое тренды с тренды я искренне за 21 год в индустрии немножко под устал от того что кто задает 3 или что такое тренды или а что сейчас в тренде какая разница Ginsari какая разница это понятно ну людям же важно на что-то опираться. То есть, если там мы понимаем, откуда берутся тренды в одежде, мы посмотрели в неделю моды, выделили там каким-то образом три-четыре основных тренда, и уже понятно, как бы на что опираться, чтобы... Ну, люди же хотят выглядеть модно, правильно? И, соответственно, их интересует, какой модный макияж и модная прическа. Соответственно, все это выходит вместе с одеждой на подиум? Я думаю, здесь надо даже глубже смотреть на слово «тренд», потому что мы все так воспитаны, что мы посмотрели, нашли три-четыре тренда, но мы должны понимать, что значит слово «тренд». Вот, опять-таки, повторюсь, через 21 год я понимаю, что «тренд» — это два слова. Это поиск и это реакция. Вот, в принципе, модный тренд — это поиск новых форм и реакция, которую вызывают эти формы у молодого поколения. Вот, по большому счету, на этом мы определились со словом «тренд». Что это такое? Это когда мы ищем и производим какое-то впечатление. Те волосы, которые сейчас модны или интересны, или вообще востребованы, конечно, мы как гигантскому источнику трендов к неделе моды возвращаемся снова и снова, смотрим, какие есть поиски на подиуме, какие есть идеи на подиуме, какие есть направления, что вообще сейчас можно обыграть. Но при этом при всем мы должны сразу понимать, что на подиуме это скорее информация для профессионалов. То есть очень тяжело зачастую взять тренд и в одежде, и в макияже, и в волосах с подиума, и... Применить к жизни. Конечно, сто процентов. Почему? Потому что это поиск, да? А дальше, так как та реакция, которая у меня появится, вот с ней я должен поработать и предложить клиентам, да? И зачастую круто, когда парикмахер, я считаю, он понимает, что, блин, я увидел мокрые волосы, я не знаю, убранные полностью вообще назад, и я возьму эту идею и буду использовать те стайлинговые продукты, которые дают блеск на волосах. То есть он круто проводит аналогии, да? То есть я буду работать с блеском, а не с сухими текстурами, и мои волосы будут в салоне моднее выглядеть, да? Клиенты будут понимать, что, блин, какая клевая, какой клевый блеск вообще. И фактически за этим стоит большая работа, потому что мы, на мой взгляд, мы в нашей индустрии так с трендами не научились работать. У нас мода постоянно такая пьяная чуть-чуть, знаешь, то в одну сторону, то в другую, да? То есть мы увидели, вау, все красят в красный цвет, поехали, да? Да я не хочу красный. Да модно красный, но... Будет красный. Да, будет уже красный. Вот. Или же, понимаешь, мы, наоборот, как бы очень буквально ее воспринимаем. Хотя на самом деле мы как будто бы поиск освоили, но вот эту реакцию еще не освоили. То есть не понимаем, как с ней поработать. И забываем, главное, что все это сделано для того, чтобы девушка чувствовала себя более красивой. И вот мы должны все тренды адаптировать для того, чтобы девушка себя чувствовала, ну, ощущала. Красиво, я не знаю, уверенно и так далее. И поэтому фактически трендов существует, я уверен, просто гигантское количество. Каждый день мы находим эти тренды, этот новый поиск, эти новые формы. И, я не знаю, неделя моды просто от длинных, коротких, средних, рваных, текстурных и так далее до самых вообще геометричных форм. И во всем этом я, как специалист, я должен чувствовать настроение. То есть какое сейчас есть на подиуме настроение? Я хочу быть легкой, я хочу быть тяжелой, агрессивной и так далее. И я искренне разделяю вот такой вопрос, как типа, и от клиентов я, например, часто его слышу, типа, а что сейчас модно, да? Да ничего не модно, потому что, ну, прекратите искать вот это типа пункт один, пункт два, пункт три, да? Ребята, тема нашего урока модные тренды, да? И мы такие, первый тренд, каре, да? Ого, мы же не ищем в этом, да? И при этом, при всем, конечно, если попытаться глобально вот так посмотреть, сделать такую сухую выжимку, да, мы наткнемся на геометрию, мы наткнемся на мокрые волосы, мы наткнемся на малеты всех форм вообще. Надо пояснить, что такое малет. Малет это прическа, с которой сидела в этой студии Китти во время записи выпусков Миши и Китти. Супер, да. Фотка. Да, значит, тут еще интересно, что есть же еще вульфкат, да, и есть еще шегги, и это все разные длины малетов, да. То есть фактически малет вообще, это как раз стрижка а-ля Дима Билан 2005. Вот это такой более традиционал, да, когда мы сбрили виски и оставили на затылке. Но сейчас мода так круто это обернула, что фактически я прям чувствую, что вот это приходит на смену каре. А произошло так почему? Потому что на каре начало реагировать молодое поколение. Оно выросло, и оно не хочет делать те стрижки, которые другое поколение, предыдущее, делало 10 лет подряд, да. На каре, на геометрию и четкость мы реагируем не четкостью и не геометрией. И получается офигенная форма с акцентом на челку, рваная текстура, удобная, красивая. И вот сейчас то время, когда мы прям ощущаем, что это будет очень большой тренд, очень сильное направление, которое будет порядка, я думаю, лет 7-8 ближайших точно. Кто у нас еще носит малеты? Мне кажется, Майли Сайрус, да? Это же тоже форма малета? Вот сейчас у нее, кстати, мне кажется, уже не малет, вот. Но при этом у нее настолько был характерный он, что у всех в голове осталось Майли Сайрус, да? А у Кати Айовы сейчас малет? У Кати Айовы, да. У Лолиты тоже был в какой-то момент, да, то есть мы несколько раз так поэкспериментировали. Но у Кати прям, у нее клевая вариация малета. То есть вот клевая такая основа малет, но уже это все переросло в более длинные волосы и выглядит... А есть название какое-то у этого? Да нет, слушай, на самом деле мы когда говорим малет, мы в принципе подразумеваем. Я бы даже использовал там слово вот или вульфкат, как называют эту форму, более удлиненную, да, либо шегги, например, когда эта стрижка все-таки больше на длинный волос, да. При том, что вот я еще хочу сказать, что долгое время был тренд на длинные волосы, подстриженные в одну линию. Такие прям базовые формы, базовые силуэты, красивые волосы, да. Или, например, все убрали назад и сзади прям четкая линия. И вот на это мы тоже реагируем текстурой. То есть сейчас лейеринг и большое количество слоев, это супер популярно вообще, да. То есть это то, что вызывает у человека, ну, эмоцию. Но ты больше любишь геометрию, я знаю. Нет, на самом деле геометрия в стрижке это не всегда геометрия в результате. То есть я люблю, например, малет стричь неинтуитивно, когда я вообще не люблю интуитивную стрижку. Стилист, он должен подходить к своей работе неинтуитивно. Не так, что вот мне так кажется и все, да. Он должен как бы опираться на знания, я считаю, на свои. И когда у него есть знания, и он использует геометрию, он может создать любую текстуру, рваный эффект или не геометрию в конце концов. То есть я вот в это не верю, типа я так вижу, вот мне кажется, чуть сюда, чуть сюда. Это все знания, это все профессионализм должен быть. Мы с тобой вот заговорили о Кате Айове, о Лолите, о Мали Сайрус и подошли еще к одному источнику, мне кажется, вдохновения и опять же таким транслятором трендов, это селебрити. На твой взгляд, чье влияние сильнее все-таки модели на подиуме или селебрити? Вот сейчас, наверное, даже селебрити, я думаю. Потому что модели на подиуме, мне кажется, сейчас это субкультура. То есть модели на подиуме, это более субкультурно, нежели селебрити. И я даже скажу, что селебрити мне больше нравится, как фильмы влияют вот сейчас. Это единственный пример, который вот у меня сразу в голове возник. Например, эйфория, это в том числе о крутейших волосах, о тех волосах, которые будет хотеть молодежь, о тех волосах, которые они будут повторять, транслировать, вдохновлять других и на них будут реагировать. Мы все равно на самом деле приходим к селебам. Почему? Потому что даже те же модели на подиуме, которых стилизовали а-ля, я не знаю, Мадонна 81-го года, это все равно вдохновение селебрити другого времени, другой эпохи. И по факту все равно мы имеем какое-то количество, скажем так, ролевых моделей, которыми вдохновляются дизайнеры. Ну вот есть там легендарные женщины. И я даже думаю, что так всегда было, так всегда будет. И здесь в этот момент какая-нибудь клиентка сказала, ну, конечно, все повторяется, все в мире циклично. Мода циклично. Но в этом как бы большой плюс. То есть на самом деле, почему она циклично? Потому что мы же с удовольствием вдохновляемся образами, которые мы помним. То есть вот я думаю, что, например, нулевые или десятые годы того столетия уже вряд ли войдут в моду, потому что они слишком далеко. И нам с ними тяжело заигрывать. То есть мы как бы знаем, что там было. Или там, я не знаю, мы примерно понимаем, что делал Поль Пуаре, но нам с этим тяжеловато играть. И мне кажется, что особенность в том, когда мы понимаем, что мы, например, играем с панк-эстетикой, или с хиппи, или с 70-ми, или мы, например, делаем какие-то образы и говорим, о, блин, офигеть, я видел фотографии своих родителей, вот они были стилек. Почему? Потому что у нас есть ассоциации. То есть мы не просто делаем голую ассоциацию, типа, смотрите, как я придумал. Да всем все равно, как ты придумал. Всем интересно, как ты знаешь, всем интересно, как ты чувствуешь, и всем интересно, почему эта форма. Вот в этом, мне кажется, вся прелесть вообще индустрии. И одежды, и макияжа, и волос, и так далее. То есть как ты обыгрываешь и вставляешь свои придумки вообще в жизнь. Потому что просто вот мы, например, работаем с молодыми стилистами, которые только-только пришли в профессию, да. И мы говорим, например, надо сделать съемку клевую какую-нибудь. Вот есть у тебя образ какой-то? И начинается. Я здесь паутину, здесь синие волосы, я здесь придумала небо, космос, еще что-то, еще что-то. Всем все равно и неинтересно. Потому что это твоя фантазия, живи с ней, с этой паутиной, с синими волосами и так далее. Круто, если ты увидишь, что, блин, я посмотрела там в 60-х, нашла суперкрутых ребят, которые меня вдохновили, и я сделала основу из 60-х через призму современного времени и получился вот такой продукт, да. Потому что, в конце концов, мода — это знание прошлого и хорошее совмещение с настоящим. И умение работать с этим знанием. Для того, чтобы предвидеть будущее. Это же не просто типа «мне кажется», да. А это же все знание. То есть ты хорошо знаешь историю, ты ее соединяешь с настоящим, и только ты в этом настоящем можешь так сделать. Для того, чтобы предвидеть какой-то будущий тренд. Поэтому, фактически, вот модные волосы — это такая объемная, но суперинтересная тема, меня поглощает вообще. Потому что мне вот интересно, что будут говорить о десятых годах этого столетия. И мы пока не знаем. Мы сейчас их переживаем. Какие будут волосы, я не знаю. Но мне даже тяжеловато сказать, какие они были в нулевых. Но я думаю, что уже образ примерно нарисовался. Ну какой он? Скучноватый. Светлые пряди, длинные волосы, балаяж, какие-то варианты. Ну, каре достаточно плотно будет отображать стилистику того десятилетия. Нулевых. Десятых, наверное. Каре — это про десятые. Вот если про нулевые, мне кажется, что это Ксения Собчак в «Блондинке в шоколаде». Я даже скажу, что нулевые — это слово «креатив». Кстати, да. Очень важное слово «креатив» в нулевых, которое было суперпозитивным. Да, то есть, ну мне, пожалуйста, «креатив». Да, то есть я хочу «креатив». Я хочу там желтую челку, асимметрию. И при том, что он был настолько зачастую некрасивый. Да, ужасный. Вообще. Но у всех вызывал охрененную эмоцию, да? Где тебе так челку подали? Да-да-да, какой-нибудь вишневого цвета. Потому что модные были вот такие цвета, типа оранжевый, переходящий в какую-то типа вишню или что-то. Но при этом, вот сейчас, если так вот я со своей, например, профессией посмотрю, и сейчас модно. Представь, блонд, но блонд, который будет уходить в теплый цвет, в желтый практически. Один. Все. Не надо никаких прядей, ничего вот этого, да? И это будет модно смотреться. Ну, кстати, да. И все будут еще говорить, блин, такой блонд прикольный, теплый, да? Потому что все же привыкли, что он холодный. Или, например, там, не зеленый, а мятный, да? И не контрасты, как раньше, да? Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Да, такой пианино просто. Пианино, да, да, рояль вообще. Вот. А вот десятый, это как раз варианты Балаяжа, это реакция на креатив. И реакция на креатив стала натуральной, как бы натуральной, смывшейся цвета, да? То есть из темного мы вышли в белый. Вот. Каре, каре, базовые формы. Это все то, что отреагировало на креатив. Никто не захотел быть креативными. Сейчас мы будем реагировать на базовые формы и Балаяж. И поэтому появляются малеты, очень много текстур, да? То есть вот кудрявых, вообще прям активные, такой кудрявые текстуры, активных, мятых волос, сжатых волос, совершенно разных по структуре. Этого всего очень-очень. Вот, кстати, кудрявые текстуры, правда. То есть одно же время, если мы вспомним, да, в принципе, мне кажется, и сейчас, вот люди же, как, в большинстве своей мысли с черным и белым, да? Либо прямые, либо накрученные. То есть мало кто принимает свою, там, какую-то природную особенность. И тренд, там, какого, мне кажется, последних лет 10, наверное, как раз, он активно очень поддерживает, вот, у тебя есть природные твои кудри, ты их, как бы, научись с ними работать. И появляется, появилось много же всяких специальных средств, шампуни, всего-всего-всего, коммерции всякой, которая на этом наживается еще активнее. Откуда вообще этот тренд на природные кудри пошел? Я уверен, что это та же самая реакция на гламурные локоны. Вот в моей голове это вот так, потому что если мы все старались сделать максимально гламурные локоны, правильной формы, правильные, гладкие, объемные, упругие, или мы делали прямые волосы, то это именно молодое поколение отреагировало так, что, а давайте говорить о естественной текстуре. У меня вот такие вьющиеся волосы, и я хочу без стеснения их всем показывать, да? Не выпрямляя там и не собирая в кичку, и не жаря утюгами или плойками, да? Да, бесконечно. А я хочу просто быть такой, какая я есть. И вот это на самом деле породило прям такое усиление того направления, когда мы говорим, вот моя естественная текстура, вдохновляйтесь. И мы начали на это реагировать, и фактически сейчас действительно нельзя недооценивать вообще влияние вот активной текстуры волос, то есть вот просто кудрявых, естественных, природных волос на моду, да? Потому что это суперинтересно, это всегда подчеркивает женственность, это всегда оставляет ощущение того, что ты красивая без вмешательств, да? Потому что вот это тоже важно в моде, да? Когда ты смотришь на картинку и понимаешь, что здесь потрудились все от души, да? И волосы, и стиль, и все есть, да? Это тоже плохо, да? То есть как бы все хорошо не потрудились, но ты думаешь, окей, вот. А здесь такая история, что вот посмотрите, какая красота. Ну просто... И это действительно так, да? Иногда вот смотришь или на модели с обьющимися волосами, или просто на клиентов, и ты думаешь, господи, ты даже не знаешь, а что я могу сделать? Вообще, ну, ничего. Так называемый кудрявый метод, что это, ты знаешь? Я знаю, что это, но я здесь, наверное, не возьму на себя эту экспертную функцию. Я могу сказать со своей стороны, что кудрявый метод — это тоже подход к уходу или к стрижке. Вот если я подход к уходу разделяю, и мне кажется, что это правильно и логично, то вот к стрижке не очень. Это больше как раз такая стрижка... Немножко по ощущениям. Не немножко, это по ощущениям стрижка, да? Это вероятнее сухие волосы, это вероятнее не расчесывая, это вероятнее... Но мне это не близко. И я знаю, кстати, что кудрявый метод, они такие... Это тоже такая субкультура, которая достаточно агрессивна в своих высказываниях, типа, блин, нет, надо стричь вот так. Мне вот скучно в это играть и доказывать, да, как бы, но я могу сказать там за себя, за свою команду, за свой опыт, что мы знаем, как стричь кудрявые волосы, и мы знаем, как к ним нужно подходить правильно, да? При этом при всем это не значит, что вот так правильно, вот так или вот так. То есть мне кажется, в моде не должно быть как раз вот этих шаблонов, потому что до этого также абсолютно другие парикмахеры не могли перестроиться, потому что в голове куча шаблонов. Вот мы их не хотим дальше и дальше порождать. И я поэтому сейчас не скажу, да, типа, кудрявый метод, конечно, да, другое нет. Ну, так не работает. У тебя, помимо того, что есть парк Байосипчук, это сеть, получается, сколько уже в салонах? Два. Вот сейчас мы в подготовке открытия самого большого треть. Это будет в Санкт-Петербурге или это будет в Москве? Когда в Москве? Я не знаю, я не успеваю. Меня не хватает просто. То есть я часто в Москве, вот практически там, ну, раз в 10 дней где-то. Но меня просто не хватает на Москву пока и все что-то как-то навалилось. Хуй пойми. Я даже уже не знаю, надо ли в Петербурге. Может, и два хватит. Да, да. Это точно вообще. Может, и два много. Но нет, мы строим, да. И помимо этого, соответственно, еще школа. Школа, да, школа в рамках салона. На мой взгляд, это европейский формат, без вот отдельной там академии, да. То есть мы сделали так, мы сделали возможность освободить площадку для обучения, стажировки, и при этом салон не закрывается. То есть как бы просто салон большой, и эти блоки как бы разведены. Я знаю, в чем есть особенность твоего подхода к делу. Это в том, что ты делаешь целой коллекции. Причесок, получается. Каждый сезон. И снимаешь их в лукбуке. Все суперкрасиво, классно. Можно посмотреть у Леши в соцсетях. А это твой, твое ноу-хау какое-то? Ты просто решил, что так будет нужно для дальнейшего, может быть, обучения или чего-то? Я считаю, что я не могу по-другому. То есть вот для меня вот это важно, потому что мне... Или это важность фиксирования просто... Мне нужно говорить этими волосами. Да, то есть мне просто нужно говорить теми образами, которые у меня есть. И я как бы не думая даже о коммерческой составляющей этого проекта, я как бы на сегодняшний день могу сказать, конечно, это коммерческий проект. То есть, конечно, он мне приносит деньги, он мне позволяет зарабатывать. И, конечно, выпуск коллекции, это напрямую связано с доходами вообще компании. Потому что мы продаем, в конце концов, обучение, основанное на коллекциях. Мы стажируем, основываясь на коллекциях. Мы вдохновляем, мы создаем имиджевую часть. И даже сейчас ты мне говоришь о коллекциях. Значит, это работает хорошо. При этом вот именно коллекции, это скорее такая реплика для индустрии парикмахеров. Потому что она тоже должна расширяться. Она сейчас находится в таком, знаешь, как... Вот. Да, как яички. Да, поджалась немножко и ждет. Я думаю просто, что в этой индустрии должны быть парикмахеры, которые говорят волосами. У тебя есть собственная методика стрижки. В чем она заключается? Мы первая в мире команда, которая полностью исключила из работы все виды филировочных техник. То есть, мы вообще не филируем волосы и любого дизайна достигаем за счет прямого среза. На самом деле, из такого стартапа и идеи, что мы можем подстричь пару форм альтернативным методом, я смог разработать систему, открыть два салона, и сейчас средняя посещаемость, я не знаю, это около 3-3,5 тысяч людей в месяц, 50 парикмахеров и ни одного вообще филированного волосочка. То есть, это наш подход. Я верю искренне, что, меняя процесс, ты можешь достичь альтернативного результата. Поэтому в данном случае мы отказались от филировки, отказались от эффекта разрыва волос, отказались от эффекта пористости волос. И для меня, вот как для профессионала, до сих пор большая загадка. Все абсолютно точно знают, что главное повреждение волос это их истончение. Любая филировка направлена на их истончение. Работая прямым срезом, мы как бы минуем этот этап, мы, грубо говоря, заботимся о здоровье волос и достигаем совершенно альтернативной формы. То есть, когда мы работаем с текстурой, вот даже такими формами, как у Кати Айовы, например, мы создаем эту текстуру за счет использования прямого среза, а не за счет разрыва волоса. Поэтому в данном случае я искренне верю, что это уникальный метод. И он себя оправдал за вот 8 лет существования парка. И фактически, ну, мы видим только увеличение клиентской базы, мы видим вовлечение все больше мастеров, мы видим, что я с этим методом преподаю в Америке, в Европе. И у всех это вызывает действительно интерес. Потому что это не просто слова из серии альтернативная стрижка или что-то такое, а это действительно тот метод, который может освоить парикмахер, который он может использовать в работе и так далее. Тебе не кажется, кстати, что вот эта филировка и вообще вот вся методика работы вот этими ножницами с зубчиками, вот такими, это тоже какая-то примета нулевых? Да, но я еще и постарался услышать людей. Ведь нет людей, которым нравится филировка. Ведь нет людей, которые говорят, мне, пожалуйста, дерите все. Но, подожди, есть. Нет, подожди, я прям помню, что когда у меня было в 13 раз больше волос на голове, когда, ну, типа, в 20 лет, мне прям нравилось, когда их филируют, потому что, ну, у меня не шар был на голове, а, типа, ну, что-то. Сейчас-то уже как бы все, волосы покидают территорию моей головы потихонечку, но, и все равно, если я вижу филировочные ножницы, я как-то напрягаюсь. Но здесь главное, наверное, все-таки в том, что у тебя должна быть возможность создать любой дизайн волос, от рваных, текстурных, четких и так далее, но за счет использования прямого среза. В основе этого метода лежит такая прям подробная геометрия, которую я научил ребят, и которую мы же получили патент на эту систему. То есть, фактически, у нас сейчас запатентованная система, школа работает, ориентируясь на систему, салон работает, ориентируясь на систему, вот так. Мы знаем множество там иконических имен в моде, которые там ее создавали. Кто в парикмахерском искусстве люди, которых можно сравнить с Диором, с Баленсиагой и с Сен-Лораном? Слушай, ты знаешь, тоже вот однозначно сказать трудно, но вот даже, я думаю, все, кто нас смотрят, они так себе этот вопросик взяли и такие, кажется, там был видал сосун. Да, я тоже это знаю. Да, да, да. Я вот заметил, что действительно гениями признано все-таки считать людей, которые связаны с фэшн-индустрией. То есть, вот мы понимаем, что там Гвида Палау, человек, который отвечает, я не знаю, за волосы на фэшн-шоу на протяжении 30 лет, ну, как бы, может быть, вот так. И действительно он вдохновляет, потому что те волосы, которые он и сейчас делает, и делал, и это прям целая ретроспектива, да. Или там, я не знаю, Сэм Макнайт, это тоже очень известный стилист. И это наши вот такие, ну, современники, да. Вот. И за этим очень интересно наблюдать. То есть, что они делают, как они делают. Но при этом, это все тоже достаточно старая модель такая, когда мы ищем кумира, а как много в Инстаграме. Инстаграм вообще родил просто такое количество имен, потому что ты сразу можешь стать наравне с лучшими парикмахерами мира. Как? Репост. Кто-то сделал твои работы? В пабликах о волосах. И ты в одном ряду с ними. Да? То есть, фактически, ты там. Ну, извините, да? А может, еще и лайков больше, да? И поэтому сейчас вот, мне кажется, еще важное слово «крафт». Это, знаешь, такое, что я вкладываю в слово «крафт»? Это вот, вот эта самобытность немножко. То есть, вот сейчас интересно найти парикмахера, никому неизвестного, который делает клевые волосы где-нибудь в Австралии. То есть, меня вот это прям, ну, будоражит. Ты думаешь, офигеть, блин, как здорово, да? Или я приезжаю в Америку и знакомлюсь с чуваком, он мне говорит, «Ньюспейпер, это же коллекция, которую вы снимали, да, в парке». Я говорю, что? Я говорю, ну, а ты откуда знаешь? Я видел в Инстаграме, это просто, ну, фантастика. И ты думаешь, офигеть, другой континент, вообще мы не знакомы, да? То есть, ну, а все работает, да? Но при этом, при всем, Видал Сасун тоже есть, конечно, такое имя, и о нем, наверное, нужно говорить. Я бы сказал, что у Видал Сасуна есть немножко неверное такое раскрытие его карьеры. То есть, вот в России почему-то думают, что, знаешь как, Видал Сасун изобрел стрижку, да? То есть, вот технику. Ну, да. Но мне кажется, сейчас... Ну, и считается, что это человек, который изобрел вот каре такое. Да, ровно стричь придумал. Или вот, да? И я так воспитывался. Пришел в профессию, Вот Видал Сасун, это вот открыл геометрию, подход к стрижке, и все пишут об этом. Но я об этом начал думать. Я думаю, так хорошо, Видал Сасун был в 60-х. То есть, до 60-х стричь нахрен не умели. Ну, никак, да? Давайте еще, вот просто изучать просто самые вот основы моды. А в 50-х, думаю, вот кто был, кого я знаю? Мэрилин Монро была. Думаю, интересно, а у нее вот волос тоже не стриг никто ей? Ладно, отбросим. А вот эти вот сложные укладки, да, которая, у нее сложная укладка, очень красивая. Думаю, то есть, стилисты делали эту укладку, а стричь просто, ну, как, не понимаем, еще нет Видал Сасуна, не знаем, как, что. А в 20-х кара не было? Было. Причем, такой же, как в 60-х. Скажи. И я сейчас думаю, что Видал Сасун, это, знаешь как, и, кстати, для меня это тоже открытие, даже вот находясь в своей индустрии, это реакция на то, что было в 50-х. Это реакция на то, на то совершенство укладки, на американскую мечту, на то, что ты постоянно поправляешь прическу, да, и это реакция на это. И реакция достаточно уродливая поначалу, как и любой тренд, это такой вот уродливый тренд, да, при этом в Вошен Гоу такой есть девиз, который парикмахеры раскрыли, знаешь как, стрижка без укладки. Клиенты приходят и говорят, здрасте, подстригите меня, пожалуйста, так, чтобы без укладки лежало. И парикмахер в это играет. Да, да, мы знаем, конечно, такую стрижку. И клиент думает ведь как, что он махровым полотенцем протер, а волосы сами начали... Улеглись. Да, да, и просто вообще, ну чудо. А в Вошен Гоу, ведь это смотри о чем, помой и иди. Вот теперь все Мэрилин Монро представили. Да. А я предлагаю вам помыть и идти, не укладывать вот так. Вошен Гоу, это девиз вот об этом, да, то есть, ну, не использовать вот этот хэрстайл, да, а просто обстригать вот так волосы. И на самом деле, это же тренд Лондона, это же вот этот свингующий период, это совершенно просто вот тотальный разворот вообще моды от чего-то элитарного до чего-то повсеместного, да, и вот эта реакция на кинодив, то есть, ты красивая, если ты кинодива, и вдруг появляется Лондон, ты просто модная, если ты просто хочешь такой быть, да, и а Твиги, да, вот интересно, мы тоже считаем, Твиги какая красивая, вы вдумайтесь, да, вот Мэрилин Монро, вот Твиги, просто это как, как вообще инопланетянин, да, это сейчас нам красиво, через там 50 лет, да, такие, вау, ну как бы, а по факту, это все реакция на каноны моды, и я думаю, что Видал Шасун, это была очень яркая реакция, и вот сейчас, если переложить на моду, я, конечно, боюсь ошибиться, или боюсь быть не очень верным в своих высказываниях, но Демна, это вот такая же реакция во многом на предыдущие тренды, через даже возможно стремные иногда вещи, но, а потом, да, раз-раз-раз, и все ходят. Да, это сто процентов, почему? Потому что, если мы будем вспоминать спустя 20 лет, кто определил это время, мы назовем его имя сто процентов. Сто процентов, да. Ну, и Микеле, который вот соскочил с трона Гуччи, к сожалению. Да, да, да. Кстати, здесь надо сказать, что правда, это два таких основных трендсетера того, чем будет мода заниматься в ближайшее время. Я согласен, да, и мы, а через 30 лет мы скажем, блин, гений Демна, да, а сейчас тоже это неоднозначная реакция очень, то есть половина ведь реально считает, что это просто, что это? Это издевательство. Ну, что это маркетинг. А потом ты думаешь, слушай, а вот Шанель не так же пришла? Ведь тоже многие думали, что это издевательство, да, и Видал Сосун пришел так же, и многие думали, что это издевательство, потому что обрубить вот так волосы девушки, да, даже спустя 60 лет думают, что это издевательство. Ну, я тоже считаю, чтобы определить гения, нужно, конечно, проверку временем пройти. Да, сначала 100%. Перекурчик сделаем? Перекурчик сделаем легкий, да, потому что я поймал. Почему так популярны стали барбершопы? И открылись на каждом углу. Я даже боялся этого вопроса, я не знаю. Я тоже боялся. Я опять. Я тоже боялся этого вопроса. Да, барбершоп. Но не могу не спросить. Барбершоп, это тоже, я думаю, реакция. Я, когда пришел в профессию в 2002 году, я помню, что многие хотели открыть мужское пространство. Вот, его называли просто, знаешь, как only for men, да, или там, у нас можно там журналы мужские, мы положим, какой-нибудь Максим, да, что-нибудь такое, вот. И все это не заходило вообще никак до того момента, пока, вот, я впервые увидел барбершоп в 2007 в Лондоне. То есть, я увидел такой просто, мне тогда показалось, что это какая-то, как, знаешь, историю восстановили. Я думаю, офигеть, вот это круто, ну, как бы. И видишь, это сильное влияние вот этого барберинга, ну, просто на весь мир, как я не знаю, вот, захватило. И получилось, что, ну, вот, то, что мы имеем. Я никогда не работал в барбершопе, поэтому я тут, возможно, не смогу поддержать прям эту дискуссию, но это интересное явление, которое тоже будет, наверное, характеристикой десятых. Да. Каждый чувак вообще был в барбершопе, кроме меня. Ты был когда-нибудь? Я, да. Да? Да. Вот. Я, ну, в 2015. Ну, да, вот когда это только-только, еще первый, там, чоп-чоп, еще, Наверное, Дима Билан все оставляли вот эти длинные хвосты, и вдруг пришли хипстеры. Да, и хипстеры. И ты слабой. Да, и хипстеры еще были изначально, помнишь, какие? Горшок и бритые волосы вот здесь. Да. Это же тоже реакция на Диму Билана. То есть все же оставляли здесь волосы, а мы их сбрили и сделали сюда. А стилисты, парни, были какие? Все же были с челками и сумками на одно плечо, да? И вдруг пришли барберы, да, как бы татуированные, борода, да, жаргончик, да, еще мячи баскетбольные. И все это вот резко, просто вот так по спирали, и пришло к тому, что, ну вот сейчас, конечно, там, я не знаю, тяжело вообще говорить о барбершопах, потому что это стало уже каким-то именем таким, я даже не знаю, вот как креатив, да? Ты уже не понимаешь, это хорошо или плохо, да? То есть этого настолько много, и в таких разных формах, то есть вот в любой город России приезжаешь, видишь эту барбершоп, и думаешь, о господи. Вот эту красно-синюю штучку, которая крутится вот так вот. Да, да, это все, значит, ну, поехали. Вот, и я не знаю, на самом деле, на самом деле тяжело объяснить, почему так получилось, но получилось то, что получилось, вот, и... Мне просто кажется, что это неохваченный такой был сегмент, в котором на самом деле очень много денег, ну, если честно, ну, как бы все женщины были уже на игле, да, красоты, а мужчины нет, и стало понятно, что, ну, было же влияние, сначала там, мужской глянец в большом количестве, не только Максима, и журнал «Медведь», там, например, да, стали появляться там, GQ, и все такое, везде открываться, и стало в порядке вещей за собой следить, типа, и не украдкой стричься когда-то там, да, чтобы никто, не дай бог, не узнал, о том, что ты это делаешь, вообще, а стало это в порядке вещей, мне кажется, поэтому, но просто сейчас это будто бы уже антитренд такой, антитренд, сто процентов, да, и причем, застриженность вот эта вот вся, это все антитренд, и ты видишь, что, о, из барбершопа, да, это вот как эффект только из салона, девушки, а также вот реакция на... Да, 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 есть такое, но я причем не знаю, как это будет дальше развиваться, и как все-таки причастный к индустрии, мне вот интересно даже, все так стремались, и вообще, не-не-не, мы в салоны не ходим, ничего, им дали это место, и все, повалило, да, а вот интересно, вот, например, мужской маникюр, если сейчас откроются пилки 4мен, да, ну, к примеру, они уже открываются, эти больше скажут, да, и тоже мы повалим туда, типа, пожалуй, можно там на френч записаться, я очень хочу, ну, как бы, или как это будет выглядеть, то есть, мне вот искренне интересно, то есть, как будто бы, знаешь, сделали просто среду подходящую, и рухнула вот эта планка того, что я не стригусь, или там стригусь только, когда уже не вижу, да, и все побежали стричься, ну, а с маникюром так же будет или нет, я не знаю, но мы это увидим, но барбершоп, это супер интересный тренд, он требует изучения, потому что любопытно, как он так ворвался вообще, и стало круто проводить время в барбершопе, стало круто ходить в барбершоп, и все ходят в барбершоп, вот сейчас, да, уже есть спад, уже есть антитренд, уже есть такое типа, и плюс стрижки, конечно, то есть, как будто бы барбершоп не адаптировался к моде, то есть, мода ушла, а вот стрижки остались, да, то есть, и они такие, типа, не знают, что с этим делать, они же крутые барберы, они же машинками работают, да, и, и вот это все не адаптировалось, и у меня собеседование, когда мы ищем новых ребят у меня одно время каждый третий барбер привет я барбер я отработал с мужскими мы хочу хочу работать женскими потому что они все остались без работы потому что они не адаптируются дальше то есть вот на машинке то их закончилось действие да ну возможно хотя я не конечно же не умоляю то что есть очень крутые чуваки и очень круто они разбираются мужских все вообще четко ровно как у них вот но но при этом мне кажется что есть тренды которые там есть там среди среди глянца звезд в общем таком в пузыре до живущие тренды а есть тренды общественные скажем так вот общественный тренд удлиненная каре он по-прежнему существует общественной нет женском например да что удлиненная каре вот эта шторка шторка вообще до окрашивания растяжечка и также у парней вот все что им барбершопе сделают типа это классно ну да я еще думаю на самом деле я то откуда могу например черпать знания о моде блин фэшн шоу да а потом думаю ну а чуваки то от футболистов да а футболистов футболисты это барбершоп да ну все приехали да это как бы а девушки и откуда это узнают из инстаграма и из клипов на мус тв я конечно не думаю что у барбершопа будет большое знаешь как уже такого такой волны придется сказать хайпа не будет то есть как слово уже уже не будет но при этом при всем они плотно заняли эту нишу и ниша уже от нас никуда не уйдет то же самое как растяжки да растяжки уже вряд ли куда-то уйдут но мы понимаем что это не тренд да то же самое как вот знаешь дима билан стрижка она тоже ушла но иногда еще и осталось я вот недавно буквально летела из командировки и зашел чувак а лето было он даже зашел у него вот здесь татуировка льва такой достаточно реализм и огромный хвост сзади и ты понимаешь у него еще она не ушла это мода она уже вернем диск варда был ну-ка даже большие фряжки то есть то есть поэтому как бы все это будет в ниши бесспорно и мода же еще знаешь в чем вот наверное особенность любой вообще вот любого понятия моды в том что она же плавно достаточно меняет вот это она несмотря на то что очень быстро меняется но меняется плавно не так что ты включил телеки по новостям говорят ребята каре не модно и все таки о мы знаем каре не модно да а это все каре стала подлиннее концы стали помягче покруглей форма стала и наклонилась туда и вот вам пожалуйста вульфкат и малет да и ты это все должен чувствовать то есть вот прям ощущать работая в индустрии потому что если ты это не чувствуешь что ты ты становишься просто ну не интересным на рынке да то есть ты ты и клиенту не можешь ничего предложить и именно поэтому потом клиент от тебя уходит и говорит блин у него там глаз замылился он меня не видит но я думаю вот так многие бренды покинули российский рынок как это сказалось на твоей работе поджались яйца . при том что я увидел список комментариев из серии там типа да вы не смотрите на русские бренды как вы смеете но нет вообще понятие импортозамещения что это вообще такое импортозамещения то есть а куда деть историю ушла вэлла до 140 лет истории 140 лет истории это что такое это 140 лет опыта открытий ошибок экспертизы которую я покупаю выбирая бренд вэлла да то есть я покупаю вот это все за что они за 140 лет сделали какое импортозамещение завтра мы выпустим как краска там я не на ромашке у ромашек нет опыта я не могу не хочу покупать краску без опыта да я не могу купить историю я не могу купить но все на этом строится не можем мы заместить mercedes я рос на этом я знаю что mercedes самая клёвая машина да ну например как и как и все парни там моего возраста плюс-минус да завтра выйдет на рынок хунь сунь драйвка но и ты не знаешь как ты какую-то историю покупаешь ты правда история умеет ли это история тормозить или нет и поэтому конечно это это все чистой воды такая да идите да идите потому что мы тут и сами сделаем да не сделаем да потому что это большая проблема для индустрии у индустрии освободился рынок офигеть просто но вот вот такая страна вот вот это все свободно бренды оставшиеся тоже не знают что с этим делать у них мощностей нет заполнить вот это все продавать вот столько краски в итоге что делает индустрия естественно парикмахеры подумали блин куплю дешевое что есть вот и вся индустрия вот все развитие да куплю дешевое что есть и подожду может вернется еще или что-то новое запустят или все-таки может быть будут какие-то ивенты для парикмахеров или может какая-то активность будет или ведь когда компания уходит а я вот в частности говорю о вэлла потому что у меня с ними большой опыт и это большой очень концерн который включал в себя себастиан лондон а неоксин и так далее это же ушла целая система ценностей в первую очередь обучение парикмахера его становления его поощрение потому что он пришел в профессию его ценностям научили он решила этими ценностями поделиться и участвовал в конкурсе который делала вэлла а вэлла его поощрила да и он стал например там топ стилистом я не знаю косметической марки ну примерно так и вот эти все зацепки рухнули и я сам напуган то есть я прям реально напуган что будет с индустрией я вот не хочу чтобы она превратилась в покрась что есть и подстригись чтоб не мешало вот она не такая эта индустрия и она не должна быть такой поэтому сейчас время когда мы все замерли мы все я не тешу вообще себя вот этими вот это не хуже это вот куча народу кто так считает пожалуйста вот но я короче очень переживаю за индустрию я хочу чтобы молодые имели выбор когда они приходят в индустрию чтобы они реально думали блин я вот хочу тут работать или тут или тут или тут а мы сейчас таких краска это но слава богу еще все таки есть ряд брендов ряд клевых брендов которые остались и вот весь парк басипчук сейчас работает с давинас например мы полностью перешли на давинас у нас сейчас хороший очень такой набор тех средств с которыми мы работаем мы в принципе рады мы на все адаптировались и я считаю что для нас это прям лучший исход давай поговорим о твоих самых самых любимых и самых известных клиентах это конечно же акате айове и алалите женщины которые чаще всего фигурируют мне кажется в твоей ленте социальных сетей как просто не зайду сразу мне либо ты с лолитой либо с катей айовы почему то так происходит я не знаю это твое восприятие ну как бы почему ты всех остальных оставил на борту не знаю мне так выскакивает все время я просто понял потом что я подписан еще на лолиту она часто тебя выкладывает поэтому ваши лица всегда рядом вдвойне да окей давай давно ли работаешь с лолитой с лолитой наверное около трех лет где-то она к тебе пришла и сказала хочу экспериментов ну примерно так при том что мне тоже было волнительно потому что я думаю многие помнят что до этого это было это были нарощены большие волосы с белой прядью да и мне было очень сложно и первое изменение это был кара была кара как раз коротко четко и выглядело очень круто но фактически я считаю что лолита прям такой на сегодняшний день прям один из трендов она выглядит отлично помимо если мы возьмем все что ниже прически находится конечно в отличной форме сейчас и мне кажется какой-то переживает такой и творческий в том числе подъема тебе нравится не работать да мне вообще нравится работать я вообще не делю на самом деле мне вообще вот плевать ну как бы известный неизвестный я я хочу отвечать за волосы я хочу стараться сделать лучше но согласись что приятно работать с людьми которые казалось бы уже давно могут сидеть у себе спокойно в заложниках собственного образа и дальше его продавать пока он продается но приятно что они стремятся к эксперименту да не доверяются вот это мне кажется еще про доверие потому что сейчас очень редко когда можно встретить в числе селебрити человека который тебе скажет я тебе доверяю сделать со мной то что ты считаешь нужно да вот любой стилист и парикмахер и визажист он тоже переживает опыт потому что ты тебе не должно вот мне все равно у меня есть какой-то большой список работы с известными людьми но я никогда вот его не даже меня кто-то спрашивает там напиши вот несколько имен я никогда не пишу потому что мне на самом деле одинаково круто там с наташей да и там славитой почему потому что иногда ты как бы это это же никто не готов к экспериментам почему не готов бояться просто да то есть или был как какой-то опыт либо либо страшно попробовать да и так все а особенно известные люди да и ты как бы должен плавно 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 сделать сделать по-другому если вот твое действие ориентированное на знание приводит к левому результату то все работает да это также знаешь как пример я конечно разделяю парикмахеров им всем хочется чтобы к ним пришли и сказали херачьте как хотите вообще да и он творил бы куски летели получилось не получилось да а вот интересно парикмахер когда приходит татуировку делать да какую он делает мне пожалуйста можно вот звездочку тут под часами чтобы не видно было когда вот да ну как бы никто же из них не приходит и не горит мне дракона и во все тело да и клиент такой же по волосам он приходит и говорит мне наверное чуть-чуть ну потому что он не знает что ждать от этого мастера да а наученный креативом цветами асимметриями он такой уже мне немножко да и это это большое искусство мастера расположить и и сделать даже не сделать а вот дать эти причины доверять вот это важно но и когда ты даешь эти причины доверять когда ты реально рассуждаешь думаешь и хочешь помочь человеку а то все 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 получается я думаю а с катей вы давно работаешь очень я думаю около семи лет где-то так наверное почти самого начала мне кажется их но уже были крутые они мне кажется вот но да где-то вот около семи лет и все ее изменения это ты ну или она сама к ним стремится я думаю большая часть у кати тоже у нее клевое ощущение стиля мы можем вместе поговорить можем нет то есть я помню мы переживали там и легкие коричневые цвета и агрессивные черные и мягкие каре и не каре и сейчас то что у нее вообще очень активная текстура конечно конечно вот в ее случае это наглядный пример как стрижка меняет вообще просто всю картинку да и и поэтому но я не работаю у нее на клипах например вот но в целом вот за волосы всегда отвечаю но я должен кстати здесь сказать что у нее правда вот сейчас если мне посмотреть вот у нее прическа это ее какой-то стиле образующие вот элемент вот наверное это как раз то о чем мы с тобой весь наш выпуск и говорим о том что ты создаешь не какую-то коммерческую историю которая просто нажим понравится потому что у всех что то что создает тот самый стиль о котором многие мечтают. Блин, мы совсем забыли про тупые вопросы парикмахеру. Но вообще у нас из этого состоит вся программа сегодня. Не говори вообще, да. Леша, к тебе приходят люди, которые говорят, постригите меня сегодня, потому что я посмотрел лунный календарь, и там написано, что... Очень много. Серьезно? Очень много. И в последнее время стало больше. И ты даже не представляешь, насколько много людей сидят на лунном календаре. Ты даже не представляешь. Даже наших общих знакомых. Я тебе уверяю. Потому что вообще, мне кажется, мы стали еще более верующие. За это время. Мы на самом деле уже готовы поверить во все. И вот эта конспирология вокруг, она сильно оказывает давление. Но меня искренне радуют мастера, которые в инстаграме пишут, благоприятные дни для стрижки. Круто, ребята, откройте уже салон, например, там Луна Профессионал, и который будет работать там шесть дней. И будет солд-аут вообще. Потому что людям тоже надо давать то, что они хотят в конце концов. Хотят они лунный календарь? Да ради бога вообще. Заходишь, все, Луна. Но этого очень много, да. Я помню, я один раз, кстати, когда-то заглянул в лунный календарь и типа постригся как надо, да. Однажды. Но я не скажу, что моя жизнь как-то изменилась и поделилась над «до» и «после». Ну я, походу, на убываю еще один раз постригся. И все, один раз и на всю жизнь. Нет, я помню, что я стригся, я стригся и знаешь, типа зашел в лунный календарь вообще прочекать. Типа вдруг там красный крест на сегодняшнем не, типа ни в коем случае. А там можно было. Ну круто, супер. Ну мне в голове это не объяснить. Я не понимаю, это Луна выстроилась так или как? Я не знаю, как это работает. И благоволит стрижки концов, да, сухих. Но я при этом не спорю. Ну куда мне спорить еще, думаю, ну делать мне нечего. Поэтому как бы, пожалуйста, в лунный календарь, не в лунный, все окей. Вот, на растущую, убывающую. У каждого свои приколы. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это было бодро, весело, и я был рад тебя видеть. Илья, спасибо большое. До встречи тогда. Увидимся в следующем видео. Обязательно подпишитесь на наш канал, если вдруг вы по-прежнему смотрите наше видео как инкогнито. Оставляйте нам комментарии, поделитесь этим видео с друзьями. Я с вами прощаюсь до следующего ролика. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова